один разъем 8 пин подключен прошли все тесты все работает все стабильно сейчас все то же самое сделаем с подключением двух разъемов 8 пин скоро опять 12 500 второй разъем цепку 8 пин подключен выполняются тесты разрыв колоссальный надо обязательно две восьмерки подключать иначе видите нестабильно чем яшина треугольные ворота зачем черно-белый комп будем лепить из тебя человека разумного доброго вам здравия доброго вам короба сегодня очень сложный временно очень простое для понимания видео и она важно при выборе набора процессор блок питания материнская плата для современного потребителя который собирает компьютер самостоятельно при выборе этого набора для сборки очень часто ставит вопрос а если у блока питания только один разъем 8 пин на материнской плате 28 плюс 4 или 8 плюс 8 можно ли подключить одну восьмерку и будет ли это работать стабильно и не сгорит ли и вообще как и что будем отвечать на это сегодня в видео прежде чем отвечать на заданный вопрос надо сделать важную ремарку обществу потребления дать такая нечисть законы которые были сформулированы после окончания великой депрессии производитель и потребитель производитель производит продукт для потребителя для вас с каждым поколением потребитель становится только не надо только просимировать на себя пожалуйста это ваше мировоззрение может ошибочно каждое поколение потребителя становится тупее производитель это понимает и он должен как-то с этим контингентом работать если ранее инструкция материнской платы включала себя примеру полную блок схему с топологией то сейчас потребитель это не поймет вопрос скоро сейчас поднимается видео раньше был понятен потребителю если распаяна пример 8 пин плюс 4 пина то было четко написано 4 пина это для процессоров с высоким тдп и процессоров с разгоном все было четко обозначено был указан ампертраж по блокам питания то сейчас надо писать воду надо защищаться от потребителя который непонятно что может сделать его критическое мышление становится с каждым поколением все ниже и поэтому производитель защищается ну к примеру им ся и для данной материнской платы в инструкции пишут вот такую фразу эта фраза формально запрещает нам не подключать второй разъем 8 пин но де-факто здесь написано что мы должны подключать качественно разъем а не написано какие разъемы подключать надо куда здесь написано вода очень хорошо созданная она многие потребители читают это буквально надо подключать обязательно два разъема примеру гигабайт для данной материнской платы где 8 пин плюс 4 пишет вот такую фразу здесь непонятно что куда и как подключать производителю материнской платы выгодно чтоб потребитель взял оборудование блок питания в частности с двумя разъемами 8 пин или 8 плюс 4 и подключил чтобы не было вопросов а ну пусть заплатит пусть подключат это в принципе очень хорошая затея и реально потребитель рёт блок питания дороже подключает и делает лучше но есть палка о двух концах на рынке появилось много шлаковых блоков питания где как раз эти два разъема 8 пин и распаян для процессора и потребитель вместо того чтобы выбрать блок питания качественно с 1 разъем 8 пин берет мозг двумя восьмерками и он уверен что ему кажется что будет так надежнее только все наоборот перед нами разобранный компьютер клиента павла который сегодня будет отгружаться комплектовал его я павел пришел по рекомендации с ограниченным бюджетом единственного материнской платы выбрал подороже это его требование я его удовлетворяю все остальное это моя рекомендация блок питания выбран демократичный надежно проверенные систем power девятка 700 ватт биквайта у которого к сожалению 188 пин прошли все тесты все работает все стабильно здесь на стенде блок питания киловаттник старший тестовый здесь две отдельных косы сейчас на китайских блоках принято вообще две восьмерки на одну косу вешать людям нравится казаться здесь у нас одна восьмерка и вторая восьмерка а на дешевых блоках там на одной кассе два разъема цепо 8 пин ну что подключилась чтоб человек успокоился и и что они понятно что так тесты прошли давайте посмотрим что у нас по цифркам получилось cpuz очень важный тест циферки запоминаем здесь у нас для сравнения 12 900 кей в однопотоке видим у нас примерно одинаково 12 кей частота выше поэтому чуть выше у нас будет здесь и выхлоп а вот многопотоке все логичным это у нас line x длинные уравнения пакет 10000 2 минуты 36 секунд здесь у нас винрар сколько у нас попугаев 17 200 17 хреном это цифра плавающих так это у нас 7 bench 20 версия попугаев у нас 4885 все то же самое сделаем с подключением двух разъемов 8 пин сейчас по версии мся система должна работать нестабильно но по версии то если потребительскую версию раскручивать на самом деле здесь не написано про и нестабильность при подключении только одного разъема 8 пин система работает стабильно на нее гарантия будет да на год процессор у нас скоро опять 12 500 второй разъем цепу 8 пин подключен выполняются тесты для сокращения времени потому что скоро уже выдача буду говорить в процессе тестов глядите у нас есть ли не наряд процессоров intel alderlake речь будет идти именно про них разъем 18 пин вы можете смело подключать для процессоров кора и 3 но это логично для народных процессоров кора опять 12 400 12 500 12 600 смело подключайте один разъем 8 пин вместо 8 плюс 4 или 8 плюс 8 также можно подключать один разъем 8 пина до 12 600 кей один разъем 8 пин у нас спокойно дает нагрузку 200 ватт у хорошего блока 200 ватт он выдаст у дешевых может и начать плавиться и здесь тогда если шлаковый блок питания лучше распараллелить но если у вас качественный блок питания как здесь один разъем выдаст эти 200 ватт ну можете чуть меньше взять давайте подстрахуемся и будем считать максимум что у нас 150 ватт на один разъем 8 пин цепу может идти и вот эти процессоры спокойно можете подключать на один разъем цепу 8 пин спокойно есть легенда миф если на материнской плате два разъема значит производитель это задумал логично тут идет потоки так что только второй питает тот а первое что-то тот упитает а то есть нельзя подключать только один иначе плата будет работать не на полную нестабильно но это вот из этой фразы сделается вывод это миф да к миру если не подключить второй разъем питания для процессора вот этого то ничего хорошего не будет реально ничего хорошего проблему воду с power лимитами с потреблением работать стабильный процессор вот такой на одной восьмерке уже не сможет но мы говорим про народные процессоры 12600 кей кора 5 12400 так тест закончился было 236 а здесь у нас ухты 236 но это чисто случайно совпадение по температуре но те же самые 70 градусов по процессору мы имеем вот что мы имеем на сегодняшний день не мы а вы что было на одной восьмерке что и на 2 так ладно здесь у нас чисто случайно одинаково получается попугаем все одинаково мы будем смотреть дальше 7 венч запустили так смотрим что в цифрах 4874 ну то есть вы понимаете что это у нас погрешность теста было 77 стала 74 разрыв колоссальный надо обязательно две восьмерки подключать иначе видите нестабильно но это такой сарказм надеюсь вы поймете то есть пока различий нету в linex у нас различий отсутствует в сингенч отсутствует может они будут венраре смотрим что у нас по тесту производительности венраре на многопоток ухты все отличие есть все цель видео достигнут подключать две восьмерки видите разница есть было 17000 попугаев стало 17 300 только есть одно но у венрара слишком много вводных данных для того чтобы эти попугаи оценить повторные еще теста сделаем с одной восьмерка до будет собраны компьютер посмотрим что там покажет цепь узет встроенный мячмарк по процессорам смотрим смотрим что получится все остановился та же самая хрень разброс только по тесту идет погрешность там было кажется 734 сколько я помню здесь 736 цифра одни и те же разница у нас отсутствует так ну что вывод видео это у нас тест в ряд идут сингенч цепь узет войны x венрар то есть вот по этим тестам все полностью повторяет что и на одной восьмерки а вот с финраром финдаром здесь почему-то он стал больше показывать посмотрим уже в собранном компьютере мой вывод и рекомендации как специалиста вот для этих процессоров раз два три цепу 8 пин можете смело используйтесь на вашей плате 8 плюс 4 или 8 плюс 8 единственное что к примеру здесь у нас разъема цепь у пронумерованы 1 и 2 логично же если один разъем подключать отключать к номеру один это очень просто и логично для чего я потому что у нас потребители становятся ну а не квалифицирование своей сфере становится общая сфера для них становится сложно понимаемыми для процессоров же кора и 712 700 можно использовать один разъем 8 пин то я подключил бы ну вот вам уже рекомендовать не могу мало ли что где и как то есть вот эти процессоры раз два три это уже вопрос и вопрос ваших компетенций вот эти смело подключаем а вот эти под вопросом и совершенно логично и понятно что процессор кора 9 12 900 кей или к f подключать на один разъем с по 8 пин абсурдно для чего брать такого монстр чтобы потом его кастрировать хотя у него можно ограничить power limit и он станет лапочка не таким горячим но это уже другой вопрос настройки материнской плате для одного разъема для двух разъемов не менялись настройки одинаковые материнская плата единожды предложила выставить power limit и после прошивки bios и выбрана система охлаждения tower так и осталось для данной платы да если вы будете играть power limit ими тогда это уже более компетентной потребители тогда это видео не для вас если вы будете играть не понимаешь что вы делаете тогда лучше уберите ручки вот лучше как есть пользуйтесь не надо изображать из себя то что не знаете по поводу разгона кстати мне очень интересно радуют и процессоры к и кф у них есть функция разгона многие потребители разгон считают как какой-либо палочку получения дополнительно производительности без знаний без вложения в эти знания своего времени но у разгона есть и отрицательные стороны кроме по отрицательной стороны потребитель отказывается знать но их нету да есть такая вещь как деградация полупроводника для потребителя вот такого данная фраза это мифа ну сказка зачем ему узнать про какую деградацию ее нету есть вектор власти есть единое базовое мнение которое смотреть по телевизору думать не надо лана это учет мне уже понесло собираем компьютер смотрим как там будет у нас венера работать я свои выводы сделал я даю гарантию год на эту сборку в принципе все для потребителя без понимания главное все что я здесь сказал это все мое мнение ни в коем случае не пользуйтесь претензий я не принимаю все вы делаете на свой страх и риск вы решение принимаете если не можете его принять тогда доверьте чтобы другие приняли если вы решение принимать это вы обязаны подключать только два разъема 8 пин или два разъема 8 пин плюс 4 как на этой материнской плате ни в коем случае нельзя не подключать второй разъем питания процессора вы обязаны включать два разъема обязаны обязаны и должны кто это вам сказал а инструкция должна все я здесь просто так для себя говорю это мой блок что хочу то и говорю все это неправда до свидания компьютер для пола собран запущен тест производительности венера циферки у нас теперь те же самые что и при подключении двух разъемов цифра 8 пин разница в производительности при подключении одного разъема или двух она отсутствует отвертка никого не касается прошу без истерик вся эта демагогия с разъемом 12 она очень близка с подключением видеокарты здесь будет устанавливаться видеокарта rtx 3070 гигабайт гейминг у ц и и два разъема питания 8 пин плюс 6 пин потребляет видеокарта 220 ватт 75 ватт она возьмет с портам все остальное с косой и формально 37 можно подключить спокойно на одну косу но тоже сама видеокарта rtx 3070 уже потребляет 290 ватт и ее тоже можно подключить на одну косу но это будет ошибка потому что как раз потребление уже у нас за рамки идет я уже говорил цифру 200 ватт на косу что здесь что здесь все примерно то же самое и здесь уже подключать на одну косу с двумя разъемами rtx 3070 ti будет ошибка на включать на две косы выдача компакт клиентская видеокарта покупалась и ранее несколькими днями rtx 3070 гейминг у цем 8 пин плюс 6 пин подключил на две косы что понять не было с каждой косы по одному разъему хотя эту карту можно включить можно было и на одну косу то есть 3070 ti на одну косу уже по сути запрещено подключать это же можно было и с одной косой но здесь для увеличения коэффициента надежности вот так машина берется для проектирования для длительной работы наконец для потребителя без понимания того что происходит нашем обществе такой интересный нюанс глядите корпус у нас белый это белый корпус только он с черными ставками черные жабры черная ставка здесь черные вентиляторы вопрос если он белый какого хрена он черно белый а есть еще шахматы они черно-белые а есть символика здесь очень много символики я нет это все шутки но она тут сука есть ну то есть тут очень интересная символика она есть черно-белая символика у нас к примеру наш уважаемый министр вооруженных сил сергей шойгу он официально член масонских ложь никто не скрывает да он это нормально это база здесь символика шуточная нету и корпус черно-белый тоже черно-белые шахматы это такой вариант это все ерунда это все шутки вам кажется это все не про вас этого здесь нету хотя корпус компьютер нас получился черно-белый недавно отреставрировали примеру динамо стадион вот и бы арена открыли там памятник льву яшину стоит это вратарь реально легендарный вратарь это наши легенды наше уважение ему поставили треугольные ворота просто треугольный ворот здесь тоже пирамида треугольничка это все случайность если пройти естественно поворотом яшину чуть-чуть развернуться они станут уже не треугольными а так треугольные но снова кажется зачем яшину треугольные ворота зачем черно-белый комп ладно это вопросы без ответов которые вам не понравится но это рядом здесь прямо вот видеокарточка белая хов сейчас белых комплектующих именно материнских плат белых нету вот видеокарточки белые есть там оплаты белые пока пока не видел все комп работает покупайте наших слонов успешных вам сборок с подключением подключайте всегда как можно больше разъемов чем больше тем лучше вы не испортите кашу топором подключайте сразу все берите качественные блоки питания будем лепить из тебя человека разумного сейчас что неразумный а сейчас ты дитя сердечное и любознательное но введенное в заблуждение мира сложности видишь кошку я вижу а ее нет видишь вокруг смысла и я не вижу они есть за пределами смысла на них все внизу держится смысла невидимы а вот зримо они проявляются через символы символы производят знаки а разве символы и знаки это не одно и то же нет конечно ты что это для незнающихся в куче не перебивай знаки крутятся вертятся проникает сердца выполняет свою работу и рождает в человеках образы образы мелькает вспышками плетут мысли выходят наружу виде слов создавая информационные поля